Это произошло в конце мая 1968 года у Атлантического побережья Флориды. Группа гидрогеологов изучала край континентального шельфа близ Майами. Специальное технологическое судно для подводных и спасательных работ медленно буксировало на тросе профессионального водолаза в тяжелом скафандре. Водолаз осматривал песчаное дно, глубина которого составляла около 15 метров. И вдруг он увидел что-то округлое, похожее на черепаху или крупную рыбу. Чтобы идентифицировать непонятное существо, водолаз попытался приблизиться к нему максимально близко. В этот момент странный обитатель моря повернулся. У него была морда обезьяны и вытянутая вперед голова на непомерно толстой шее. Разглядывая человека в скафандре, чудовище, подобно змее, изгибало тело. Глаза были выразительные, как у людей, только гораздо крупнее и, по всей видимости, приспособленные к подводной жизни. По гидроакустической связи водолаз сообщил об увиденном наверх. С корабля тут же дали команду немедленно подняться на борт, предупредив, что встреча с этим существом предельно опасна. Однако загадочный ихтиандр атаковать водолаза не стал. Существо развернулось и моментально исчезло в полумутной морской бездне. Наукой доказано, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Для этого в мировом океане есть все необходимое. Обильная белковая пища, кислород, обширные пространства для обустройства жилища. Даже минеральные ресурсы. Так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. А вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то оказались на земле, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию. Им там показалось комфортнее. Поэтому нельзя отрицать и предположение, что часть обитающих в воде предков человека вышла на сушу, а часть осталась в морях. Не исключен вариант, что какие-то сухопутные приматы вернулись в океан и приспособились к жизни под водой. Человечество наверняка обязано своим происхождением в какой-то водной среде, потому что утроба матери тоже водная среда. Утроба матери повторяет глобально всю историю человечества, которое тоже произошло оттуда, по теории эволюции. Но теорию эволюции сейчас уже многие отрицают. Но те, кто считают себя эволюционистами и последователями дарвинизма, они говорят, что человек эволюционировал из водных млекопитающих. Не так давно знаменитый британский натуралист и криптозоолог Айвен Сандерсон опубликовал довольно занятную книгу о биологии неопознанных существ. Там автор выдвинул теорию, что на нашей планете существует высокоразвитое сообщество разумных млекопитающих, которое миллионы лет назад обосновалось на дне океана. На удивление, с британским ученым согласилось немало исследователей. Действительно, было бы странным, если бы эволюция не породила в водной среде собственную цивилизацию. А если это так, то теория Сандерсона дает повод предполагать, что под жутким давлением воды, в темноте и безмолвии морского дна, могут обитать таинственные и нелишенные интеллекта ихтиандры. Когда мы говорим о том, что под водой может находиться некая цивилизация, мы сами того не подозреваем, затрагиваем архиважный вопрос. А что такое цивилизация? А кого мы ищем в просторах космоса? Или вот под водой? Как выясняется, мы ищем самих себя. С таким же уровнем морали, с таким же уровнем этики, нравственности, техники, законности, форм социального устройства. Вот кого мы ищем. А и таких и нет. Надо признать, что скептиков, подвергающих сомнению даже саму мысль о том, что в океане может существовать высокоразвитая цивилизация разумных существ, немало. Один из критиков теории Сандерсона и других исследователей, поддерживающих британского натуралиста и криптозоолога, небезызвестный Малком Скотт Карпентер. Он второй американский астронавт, совершивший орбитальный полет на космическом корабле «Аврора» в мае 1962 года. Однако в НАСА оказались недовольны работой Карпентера на орбите и отстранили его от следующих полетов. И тогда американский астронавт переключился на исследование океана. С 1965 года он стал заниматься подводными экспериментами в интересах военно-морских сил США. При этом активно сотрудничал со знаменитым океанологом и изобретателем акваланга Жаком Эвом Кусто. Карпентер побывал почти во всех уголках мирового океана. Опускался на большие глубины. И нигде не встречал даже намеков на следы какой-либо подводной цивилизации. Он отмечал, что в воде, под океаном, в глубинах, опасности для человека на порядок больше, чем в космосе. Там совершенно другие освещенность, температура, химический состав среды, там как бы силы тяжести, да, давление самое главное. На каждом вот слое, так сказать, глубина, там разные химические процессы в организме идут. То есть, с человека подобная сущность организовать там цивилизацию не может. Тем временем японские рыбаки по возвращении из Путина рассказывают удивительную историю. Например, как моряки Шхуны Немура вытаскивали на палубу трал с уловом и вдруг увидели в сетях странное существо, которое, оказавшись над водой, разбушевалось и вырвалось из плена. Старожилы утверждают, что это человекоподобные амфибии, живущие в прибрежных водах острова Хонсю. Их также неоднократно видели рыбаки у берегов острова Авадзи. У этих существ есть даже прозвище, которое им дали местные жители – Капа. Очевидцы утверждают, что этот Капа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Лягушачья кожа, вместо носа – клюв, пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками, на голове короткая шерсть, на спине может быть черепаший панцирь. Тело источает рыбий запах. Две руки Капы соединены друг с другом в районе лопата. Если потянуть за одну, то другая сожмется или вообще может выпасть. Однако есть другая разновидность Капы, похожая на обезьяну. Все тело покрыто шерстью, во рту имеются клыки, носа практически незаметно, на руках есть большой палец, на ногах пяточная кость. А черепашьего панциря может и не быть. На самом деле, все большее число исследователей признают сегодня, что мы под водой не одиноки. То есть все, что мы недоизучили под землей и под водой, это как раз остаются наши соседи по планете, которые там обитают и создают, а может быть, создали давно уже, и поддерживают свою цивилизацию какую-то. И эти существа многолики и многообразны и по форме, и даже, скажем, по содержанию так, и очень часто входят с нами в контакт. Кстати, упоминания о таинственных подводных жителях можно найти в мифах многих народов мира. Например, у шумеров. Когда археологи, исследуя развалины древней Месопотамии, обнаружили глиняные таблички с клинописью и расшифровали их, то один из документов показался исследователям наиболее любопытным. В тексте упоминалась раса полурыб-полулюдей, которая обитала в пучине Персидского залива. Самое интересное, что эти подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами. И не только поддерживали, но и учили их, как жить и развиваться. В одной из шумерских табличек с клинописью была фраза следующего содержания. «У края моря, что омывает Вавилон, появились существа». Их прозвали Кулилу, а главного величали Аонессом. Говорили они человеческим голосом, как и мы. Днем они обучали нас письменности и всяким наукам. Когда солнце заходило, существа снова погружались в воду залива, потому что они были земноводными. Конечно, данный древний текст можно принять за обычную шумерскую сказку. Однако некоторые исследователи склонны утверждать, что такое могло быть и на самом деле. Вспомним, что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вполне вероятно, что и человек. Но не все вышли на сушу. Возможно, из-за задержки в процессе эволюции. Или по каким-то другим причинам. Во всяком случае, сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок. То есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом. А не те ли это Кулилу из древних шумерских текстов? Русалки, в принципе, чем-то даже на нас похожи. То есть просто более приспособлены к обитанию на морских глубинах. Они могут дышать под водой, и для них затруднено дыхание чистым кислородом. У них затруднено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Соответственно, это какие-то либо плавники, либо перепонки, которые позволяют отталкиваться от подводной массы. Соответственно, общение между нами тоже крайне затруднительно, потому что есть их язык общения, есть наш язык общения. И они разные, конечно. Самым богатым на различные странные происшествия и сенсационные свидетельства в области паранормальных явлений считается 20-е столетие. Эти происшествия даже попытались собрать в специальный даджест хроники необъяснимых событий. Одна из глав этого сборника посвящена рассказу некоего Геннадия Боровкова из Риги. Когда тот отправился на отдых на Черное море. Было это еще до развала Советского Союза. Курортник увлекался подводной охотой, но однажды он одномоментно покончил со своей страстью. Произошло это в Анапе. Геннадий с подводным ружьем спустился в море всего метров на 7-8 и затаился в ожидании добычи. И вдруг оцепенел. Из зеленоватой глубины прямо на него плыли огромные существа. Совершенно белые и с человеческими лицами, без масок, аквалангов, с крупными рыбьими хвостами. То существо, что плыло впереди трех других, увидело подводного охотника, остановилось, уставилось огромными выпуклыми глазами, напоминающими человеческие. К нему подплыли остальные. И тогда существо махнуло рукой в сторону пловца. Не плавником, а именно рукой, хотя и с перепонками между пальцами. И тут все стали разглядывать человека, не подплывая ближе трех метров. И вдруг, как по команде, быстро поплыли назад в открытое море, шевеля только могучими хвостами. Когда они скрылись, подводный охотник вылетел из воды. Больше он в море не заходит. А на Каспийском море отдыхающие до сих пор опасаются купаться в районе Абширонского полуострова. Все началось еще в 60-е годы прошлого века, когда несколько купальщиков на Каспии в районе Баку столкнулись напрямую, лицо к лицу, прямо с такими вот огромными существами двух, там, трех, четырех метровой длины. У страха, конечно, глаза велики, и им приписали даже огромные хвосты. Но дальнейшие встречи показали, что речь идет об обычных, похожих на людей существах, просто гигантского роста, которые выплывают из глубин, большим любопытством относятся, как бы осматривают человека. Местные жители прозвали этих таинственных существ рунаншахами. Само слово рунаншах – иранское, и в переводе означает «повелитель вод». Доктор Али Джафаров, научный сотрудник НИИ Биологии Российской Академии Наук, считает, что это человекообразное существо, живущее в морской среде, питается мелкой рыбешкой. Несмотря на то, что рунаншах обитает в воде, его иногда видят и лежащим на берегу. Выглядит он как человек среднего роста, плотного телосложения, с бледным, голубовато-серебристым цветом кожи и зелеными, как водоросли, волосами. Лицо рунаншаха, хоть и похоже на человеческое, все же имеет некоторые отличия. Например, отсутствуют уши и подбородок, нос крупный и горбатый, глаза большие и круглые. Конечности рук состоят всего лишь из четырех пальцев, между которыми натянута перепонка. Ноги короче, чем у человека, и заканчиваются чем-то вроде ласт. И некоторые даже люди, которые потом рассказывали, что они испускают какие-то сигналы, которые порождают в мозгу определенные образы. То есть эти люди представляли себе какие-то странные города, какие-то постройки, какие-то селения, вот такие вот непонятные, как будто из воздуха возникшие и потом снова исчезающие. Как и откуда таинственное существо с именем Рунан-Шах могло появиться у Абширона? И почему исторические летописи ничего об этом чудище не говорят? Каспий – удивительное природное образование. Сейчас это самое большое соленое озеро в мире. Но есть мнение, что раньше Каспий был морем. Исследователи предполагают, что на его дне существует цивилизация, и Рунан-Шах является ее представителем. Кстати, раньше это существо встречали и на севере Ирана, и даже в Туркменистане, в районе Челикена. Исследователи уверены, что цивилизация, которой принадлежит Рунан-Шах, одна из самых древних на Земле. И она жила себе тихо, мирно, скрытно от глаз человека, пока не началась интенсивная нефтедобыча на Каспийском шельфе и безудержная эксплуатация рыбных ресурсов. Все это заставило Рунан-Шахов активизироваться. Но если даже в таком мелководном водоеме, как Каспийское море, предположительно могут обитать таинственные существа, напоминающие фантастического эхтиандра из романа Александра Беляева «Человек-амфибия», то что тогда можно говорить об огромных океанских глубинах? Куда человеку попасть крайне затруднительно? Например, в знаменитую Марианскую впадину. Марианская впадина или Марианский жёлоб самое загадочное место в мировом океане. Причём наибольшую глубину в этой впадине имеет так называемая «бездна челленджера», расположенная на юго-западе жёлоба и уходящая вниз более чем на 11 километров. Впадина всегда привлекала внимание учёных. Начиная с середины прошлого века несколько международных научных экспедиций исследовали её дно, задаваясь вопросом, а могут ли там обитать хоть какие-то живые существа, находясь под давлением океанических вод в 1100 атмосфер, при низкой температуре и в полной темноте? Первыми измерили глубину жёлоба советские учёные в 1957 году. Они же доказали, что даже при таком огромном давлении там обитают живые организмы. Но кто именно? Представить себе вот эти размеры, эти глубины можно, мысленно поместив Эверест в Барианскую впадину. То есть, если его туда поставить, то ещё можно представить, что 2 километра ещё над Эверестом будет ещё воды. Вот это вот такой ужас, такое давление, которое давит на все объекты, которые там находятся, на этой глубине 10, 10, 940, там плюс-минус 40 ещё. Вот это вот, казалось бы, такая глубина, на которой на сантиметр давит там несколько десятков тонн давления, такое имеет место. Как там можно жить? На самом деле живут ещё как. В 1960 году Батиска в Триест с учёными из США на борту опустился до самого дна и пробыл там целых 12 минут. По сей день повторить это не удалось никому. Гидронавты смогли увидеть несколько странных крупных рыб. В 90-е годы прошлого столетия японские учёные смогли взять пробы грунта со дна. Позже в нём обнаружили несколько видов простейших организмов, ранее неизвестных науке. И вот в 2003 году экспедиция судна «Гломар Челленджер» начала спуск новейшего аппарата для исследования глубин впадина. Вдруг приборы стали записывать какие-то странные звуки, напоминающие скрежет при распиливании железа. А на экране монитора люди увидели тени каких-то огромных монстров. Звуки продолжались более часа, и учёные решили срочно поднять аппарат на поверхность. Не на шутку испугавшись, что дорогостоящее оборудование сгинет в пучине. Через 8 часов аппарат подняли, и все пришли в ужас от увиденного. Металлические части приборов исковерканы, а 20-сантиметровый трос, на котором опускали оборудование, почти полностью перепилен. Какое же чудище смогло это сделать? Позже исследователи предположили, что гидронавты неосознанно вторглись в некую запретную зону. Зону обитания каких-то существ, возможно, даже разумных. Вот только непонятно, был ли контакт этих существ с гидронавтами дружелюбным или агрессивным. Более логично второе. Загадочные монстры защищали своё глубоководное место обитания от незваных пришельцев. Однако исследователи не похоронили идею вновь проникнуть в эту зону. Дело в том, что разумных обитателей подводных луги осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко, когда сами как-то выходят на контакт или поднимаются там на поверхность. Общение с ними может нам дать знание о подводной глубине. Исследователи убеждены, что в бездне гигантского жёлоба обитает какой-то диковинный зверь. Скорее, даже целая колония загадочных монстров. Косвенным подтверждением этого стали недавние находки на берегах северных Марианских островов и острова Гуам. Это сравнительно недалеко от границ впадины. Местные жители там натыкаются на мёртвые тела 80-метровых чудищ. Также на этих островах были найдены гигантские зубы. Сейчас учёные спорят, кому они могут принадлежать. Одни доказывают, что это останки громадной доисторической акулы. Предполагалось, что эти акулы вымерли около 3 миллионов лет назад. Но найденные зубы гораздо моложе. При этом ряд исследователей считает, что это некие разумные существа, погибшие в пучине и выволоченные своими сородичами на сушу. Но для чего? Загадка, которую никто пока не может разгадать. То есть эти существа обладают такими свойствами, которые просто не присущи ни одному живому существу на свете. Но ещё более интересно то, что при них, например, существуют какие-то другие ещё твари, которые живут, паразитируют на них, при них, как рыбки лоцмана, при акулах. Периодически они вгрызаются в это основное тело, удаляют, например, какие-то больные поражённые органы, челюстями своими как бы вгрызаются и как бы хирургами такими живыми работают. Вот такие вот вещи там происходят. Но это только малая доля того, что известно про марианских обитателей. Сейчас уже мало кто из исследователей сомневается, что в глубинах Мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация. Причём по своему развитию она может даже опережать нашу. В подтверждение этому можно привести пример с последней необычной ситуацией, которая произошла с научно-исследовательским батискафом «Кальмар» австралийских военно-морских сил. Подводный аппарат работал в так называемой котловине Беллинсгаузена. Эта котловина находится в юго-восточной части Тихого океана между материковыми склонами Антарктиды и американского континента. Максимальная глубина составляет там около 6 километров. Батискаф был снабжён видеокамерой с дистанционным управлением и шёл в 40 метрах над дном. Во время съёмки в объектив попали странные объекты овальной формы с чёткими контурами, излучавшие сильный внутренний свет. После изучения видеозаписи учёными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что камера батискафа зафиксировала какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съёмку этого же района. Через пару недель батискаф снова опустили в то место, где были загадочные постройки. Но там, кроме ровного дна, уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия. Эта история началась более пяти веков назад в Риме, точнее, в Ватикане. Именно отсюда, в неласковую Русь, и отправилась будущая супруга государя Ивана Третьего, племянница последнего византийского императора Константина, Софья Палеолом. Согласно легенде, по праву рождения ей досталась уникальная библиотека. Одна из лучших в мире на тот момент. Её-то в качестве приданого она и везла в Москву на 70 подводах. Точно никто не может сказать, что же там было. Народная молва, легенда, предания говорит там всякое, что чуть ли там не и Севилловы книги знаменитой предсказательницы древности. Там были книги по алхимии, и даже известно, что они там были, из сокровищниц, из библиотек королей Священной Римской империи, которые в Европе копились столетиями. И даже книги о той жизни, которая существовала на земле задолго до того, как там был человек. Взяв с жены византийскую принцессу, Иван III по достоинству оценил столь уникальное преданное. Потом библиотека, получившая название Либерея, перешла по наследству его сыну Василию и, наконец, досталась Грозному. Новый царь всей Руси распорядился все книги аккуратно перебрать, испорченные починить, а также составить подробный каталог новых поступлений. Все его близкие, все иностранцы, которые были в Москве, это и посольские, и купцы, которые работали в Москве, они знали, что Иван Грозный помешан на книгах, и очень многие привозили ему, передавали и монархи, и просто состоятельные люди, передавали ему в дар книги из-за рубежа. В первые годы царствования Иоанн Васильевич подолгу копался в фолианторах, тщательно изучал каббалистические рукописи, вникал в таинство черной и белой магии. Более того, его занимали вопросы поиска философского камня и разгадывания непристойных замыслов своих подчиненных. Он был знаток оккультных наук, изучал и колдовство, но это, в общем-то, не приветствовалось в то время, а он все-таки государь, монарх православный, так сказать, православного государства, поэтому, в общем-то, не приветствовалось это, и он, ну, как бы не то, что уже прям втихаря это делал. Многие знали, что он изучает и колдовские книги. Кстати, после взятия Казани в библиотеке появилось много старинных арабских книг из покоренной столицы татарского ханства. При этом, как утверждали современники царя, в хранилище Либерии находились не только книги. Кроме книг там были различные механические предметы, то есть предметы, изделия, какие-то механизмы, созданные умельцами, мастерами, изобретателями тех времен. То есть говорящие какие-то говорящие люди, какие-то двигающиеся львы, какие-то огромные монстры, которые могли шевелить различными частями тела. То есть все это было, но об этом даже сегодня не догадываются специалисты, что такое можно было изготовить в Средневековье и в раннем Средневековье. Иван Грозный просто чах над своей либерией. Однако потом на царя нашло некое помрачение, которое не смогли объяснить ни современники государя, ни нынешние историки. Россию завертело в кровавой метели. Поход на Новгород, Ливонская война, опричнена, бегство в Александровскую Слободу, перенос столицы в Вологду, казни сподвижников орги и разгульные пиршества, переходящие в жуткие побоища. Иван Грозный, говоря современным языком, стал маньяком. Незадолго до своей кончины российский самодержец вдруг распорядился спрятать Либерею. Причем спрятать так, чтобы ни пожары, ни иные стихийные бедствия, ни враги, ни даже приближенные царя не смогли воспользоваться библиотекой. В 16 веке это означало только одно. Либерею поместили в глубокие секретные тайники. Но в какие? Предположений было немало, но самая основная версия это Кремлевское подземелье. Почему туда? На самом деле Кремль всегда был особым секретным объектом на протяжении не то, что десятилетий, а веков. Просто как только он был создан в средневековье итальянскими мастерами, уже тогда они заложили, как будто знали, что это понадобится дальше, заложили в него столько всевозможных загадок, что до сих пор те, кто копаются в Кремле, копаются в его земле, в его недрах, точнее, в его подземельях, открывают все новые и новые тайны. Кстати, а зачем же царю понадобилось прятать библиотеку? Не следует забывать, что Иван IV был образованным и начитанным человеком. Он прекрасно понимал ценность находящихся в либерии книг и документов. Но именно поэтому, видимо, он и посчитал их опасными. Свитки с древними знаниями, еретические тексты, христианские апокрифы, магические книги, и Бог еще знает, какие сокровища человеческой мысли нужно было скрыть с глаз людских. Так мыслил омраченный царь. Более того, как предполагают некоторые исследователи, не без применения оккультных знаний Иван Васильевич наложил на библиотеку заклятие. Кто к ней приблизится, лишится зрения. Так ли это? Доказать невозможно, поскольку нет никаких сведений, мог ли кто видеть либерию после ее захоронения. Кроме той самой истории со слепым кремлевским охранником Аполлосом Ивановым. Он потерял зрение как раз после того, как оказался в таинственном лабиринте глубоко под Кремлем. Значит, действительно, Аполлос приблизился к либерии. И тогда сработало заклятие. Причем есть предположение, что это заклятие было наложено не на всю библиотеку, а только на ее часть, где содержались самые тайные знания. Как известно, Иван Васильевич Грозный в конце жизни почуял всю тяжесть своих грехов и решил хоть один грех с себя снять. И он разделил свою библиотеку на белую и черную. Черная, естественно, библиотека это колдовские книги языческие, в общем, связанные с какими-то колдовскими делами, вот он ее спрятал где-то в Кремле и замуровал. Есть такая версия, что это в подземелье под водовзводной башней. Ну, тогда возникает вопрос, а где же тогда белая библиотека? Сам Иван Грозный несомненно знал о месте, где укрывалась библиотека. Но умер он внезапно, за игрой в шахматы. И с момента, как сердце московского царя перестало биться, Либерею окутала дымка таинственности. Поползли слухи, что после смерти самодержца библиотеки уже не было, что она исчезла. И слухи эти не были лишены оснований. Итак, Иван IV умирает, и престол занимает его третий сын Федор. Но молодой царь оказывается неспособным управлять государством. К тому же наследник Грозного слаб здоровьем. Он покидает бренный мир, едва дожив до своего сорокалетия. И тогда царем и великим князем всей Руси становится Борис Годунов. А мимо него никак не могла пройти история с Либерией. Это талантливейший человек, талантливейший политик и тоже знаток своего дела. Он изучал историю, изучал политику, экономику. И тоже был книжник, как Иван Грозный. Он бы обязательно эту библиотеку сберег, если бы она дошла до его времени. Когда смотрели записи, ну, все, что связано с правлением Бориса Годунова, то, в общем-то, ничего, никаких упоминаний о существовании этой библиотеки нет. Если придерживаться версии, что Либерия исчезла, то это могло произойти в течение этих 15 лет, когда российский престол занимал царь Федор. Приложил ли сын Ивана Грозного руку к пропаже Либерии. Сведений об этом никаких нет. Но предположим, что такое могло быть. Например, для того, чтобы понадежнее перепрятать и полностью засекретить новый тайник. Или вообще избавиться от колдовских книг и еретических рукописей, как дьявольского наследия отца. То есть уничтожить Либерию, сжечь ее. Во всяком случае, Годунову библиотека Ивана Грозного не досталось. Зато после смерти царя Бориса, когда началось смутное время, Либерии активно заинтересовались поляки, захватившие власть в Москве. А точнее, какой-то странный человек, приехавший в столицу российского государства вместе с Лжедмитрием и Мариным Мнишек. И есть версия, что именно этот человек вот как раз и проводил исследование, поиски в Москве, где могла находиться библиотека Ивана Грозного. Еще когда Лжедмитрий Первый оставался при власти и, естественно, и Марина Мнишек, то были отправлены несколько обозов в Польшу. Значит, понятно, что это были и драгоценности всевозможные, и есть предположение, что и книги. Некоторые исследователи предполагают, что никакие обозы с золотом, а тем более с книгами легендарной библиотеки Ивана Грозного до Польши не дошли. Марина Мнишек, возможно, хотела, но не смогла сбежать на запад от наступающих на Москву отрядов русского ополчения. А раз так, то и награбленные сокровища остались где-то неподалеку от столицы российского государства. Но где? Многие богатства, вот эти сундуки, были спрятаны в Тушино, в лесах, в пещерах. Отсюда и появились всевозможные легенды о том, что Марина Мнишек оставила одного разбойника, заколдовала его, и который многие годы стерег ее богатство. Возможно, история с таинственной либерией так и осталась бы без продолжения. Однако, спустя столетия произошло одно весьма любопытное событие. В 1724 году панамарь Московской церкви Иоанна Предтечи Конон Осипов представил главе Московской епархии записку следующего содержания. Есть под Кремлем городом тайник, и в том тайнике есть две палаты, полно наставлены сундуками до стропу, а те палаты за великую крепую. Двери железные, замки вислые и превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов, а ныне тот тайник завален землею, но видны своды. Эти своды проломаны людьми лихими, и проломавшие они насыпали землю накрепко. Поверив рассказу Пономаря, в указанных им местах были сделаны раскопки. Искали как раз ту самую либерию Ивана Грозного, но не нашли. В самом деле ему было где прятать ее, кроме Кремля, потому что у него была его как бы другая столица, город Александров, где он скрывался и с опричниками, ну, короче, любил там бывать. В Александрове либерию, конечно же, искали, но данная затея также оказалась тщетной. при этом поисковикам никак не давала покоя откровения Пономаря Осипова. Поэтому еще столетия спустя раскопки в надежде найти некие кремлевские тайники опять возобновились. За либерию теперь взялся директор оружейной палаты князь Щербатов, а поддержал его с азартом московский генерал-губернатор и великий князь Сергей Александрович. Боисковые работы проводились в районе Никольской, Троицкой, Боровицкой и водовзводной башен и продолжались полгода, а потом были приостановлены из-за смерти государя-императора Александра Николаевича. После Щербатова целая плеяда военных получила разрешение еще в середине 19 века у царей Александра II, III и у Николая II получили разрешение на поиски в Верие и в Александровской Слободе и в самом Кремле и были найдены несколько книг средневековых книг каких-то русских изборников, которые заставили думать о том, что люди уже вот-вот находятся на подступах к находках. А потом началась Первая мировая война. Следом грянула Февральская революция, а за ней и Октябрьский переворот большевиков. Не до библиотеки Ивана Грозного было. И вдруг о ней вспомнила новая советская власть. Случайно или нет? Есть предположение, что легенда о Либерии была доведена до руководства страны с определенным умыслом, после чего она не давала покоя почти всем высокопоставленным обитателям Кремля. И прежде всего Иосифу Сталину. Уж больно заманчива была идея заполучить тайные знания и откровения древних мыслителей, собранные в одну библиотеку. Нелишними могли быть и материальные сокровища, которые считаются составной частью Либерии. В Кремле, поскольку это режимный объект, режимное предприятие, там по большому счету копать мог только Игнатий Стелецкий. В 20-е, 30-е годы, но после войны Сталин уже не дал ему копать. Видимо, он понял, что при его жизни библиотеку Стелецкий не найдет, уже не успеет, он был старенький, и Сталин был уже немолод, и отдавать кому-то еще, искать ее, Сталин, видимо, не хотел. Или я, или никто. Кто такой Игнатий Стелецкий? Личность достаточно легендарная. В мире археология его считают первым в российской истории профессиональным спелеологом и дигером, то есть исследователем пещер и подземных объектов, в том числе имеющих техногенный характер. Еще до революции Стелецкий выпросил у московских властей разрешение на исследование Кремля, убедив столичного градоначальника в существовании под Тайницкой башней секретных лабиринтов. Стелецкий был уверен, что именно там могут быть спрятаны книги и материальные ценности либерии, но проникнуть туда спелеолог не смог. В 1914 году началась война и исследователи вежливо попросили убраться из Кремля. Вторая попытка была предпринята уже после революции. Несмотря на препятствия комендатуры Кремля и постоянную оглядку на сотрудников НКВД, пристально следивших за деятельностью Стелецкого, ему все же удалось обнаружить и исследовать часть подземной галереи, о которой упоминали искатели библиотеки в 18 веке. Однажды в его дневнике появляется следующая запись. Сегодня уже нащупал шов, каким связана белокаменная закладка с потолком итальянского свода 430-летней давности. Завтра буду выбирать песок и искать противоположную стену. Если обнаружу, библиотека Грозного найдена. Однако Стелецкий так ничего и не нашел. А потом его сразила серьезная болезнь, и первый российский диггер оставил попытки поиска Либереи. В какое-то время никто ничего не искал. А через 10-20 лет, когда по этим же подземным тоннелям, коридорам и под рекой Москвой пошли новые исследователи, они наткнулись на кирпичную, а потом и бетонную кладку, которая замуровала напрочь все выходы, входы в те туннели, которые раньше были открыты. То есть то, что было открыто в конце 19 века, в первые 20-е годы 20 века, было уже замуровано напрочь. Интересно, что проникнуть в таинственные кремлевские лабиринты пытались даже дети. Только их тянуло на приключение не идея найти библиотеку Ивана Грозного, а обычное мальчишеское любопытство. Среди исследователей подземных ходов был и будущий известный писатель Юрий Трифонов. Попытка проникнуть в Кремль по лабиринтам была предпринята в 1938 году. Они попробовали спуститься в один из подземных ходов, известный им ранее, в районе часовинки, которая находится на задах дома на набережной. И оттуда раньше они доходили практически до середины Москвы-реки. Там ход раздваивался, влево уходил к бывшему храму Христа Спасителя, который был уже взорван к тому времени, а потом возник бассейн Москва, а направо уходил под Москворецкий мост и к Кремлю. Так вот, в этом месте их ждала бетонная огромная кладка, то есть замуровано все было. Новый всплеск интереса общественности к проблемам поиска библиотеки произошел в 1962 году во времена Хрущевской Оттепеля, когда при поддержке главного редактора известий Алексея Джубея в Альманахе недели были напечатаны отдельные главы из неизданной книги Стелецкого. Публикации, вызвавшие поток читательских писем, способствовали созданию общественной комиссии по розыску таинственной либерии под председательством знаменитого советского историка академика Михаила Тихомирова. По результатам работы комиссии предусматривались архивные изыскания, изучение топографии Кремля, археологические раскопки. Однако после прихода к власти Брежнева и смерти в 1965 году академика Тихомирова руководство страны отказало в поддержке работе комиссии и Кремль снова стал недосягаем. Так почему же никто и никогда не сумел даже на самую малость приподнять завесу тайны над легендарной либерей? В исторических хрониках записано, что перед смертью Иван Грозный приказал привезти с севера волхвов людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Но похоже сделал это умирающий царь не для того, чтобы узнать свое будущее, а чтобы понадежнее спрятать царские сокровища и в первую очередь свою библиотеку. Все, казались бы, верные признаки либереи, по которым ее пытаются отыскать, являются фантомами, созданными опытными экстрасенсами волхвами. Но есть еще одна версия. На библиотеку наложено заклятие. Об этом свидетельствует одна старая легенда. Незадолго до кончины Иван Грозный призвал к себе монаха, которому доверял и повелел после своей смерти спрятать либерию и наложить на нее запрет. Никто не должен знать, где она находится ровно 800 лет. А ведь прошло только 4 столетия. В 2004 году команда американских археологов обнаружила скелет человекоподобного существа ростом всего один метр. Это произошло в пещере Лиангбуа на индонезийском острове Флорес. Поначалу учебные предположили, что нашли кости ребенка, который несколько десятков лет назад заблудился в подземных катакомбах и погиб от истощения. Однако более тщательный анализ поверг археологов шоу. Останки принадлежали вполне взрослой особи, а самой находке не менее 18 тысяч лет. Что это могло быть за существо? В попытках разгадать секрет таинственных костей исследователи выдвинули множество гипотез. Однако остановились на самой с точки зрения академической науки безумны. Это останки некоего человеческого вида, которого в многочисленных сказках и мифах разных народов именуют гномами, эльфами и троллями. Дальнейшее изыскание все больше убеждали исследователи. Вышеупомянутые сказочные персонажи вполне реальные гоминиды, а не плод воображения. И что самое удивительное, они не только были, но и сейчас живут по соседству с людьми. Индонезийский остров Флорес вытянут с востока на запад почти на 300 сетях. Исследователи нарекли хоббитом. Парадокс, конечно. На соседнем острове водятся огромные вараны, а рядом на Флоресе водятся мелкие представители, водились мелкие представители слонов, стегодоны и всякие человеческие существа карликового роста. И вот этот хоббит с Флореса как раз один из представителей этих существ. Анализ найденного скелета маленького человечка проводился в столице Индонезии Джакарте под руководством профессора Питера Брауна. По строению таза ученому удалось заключить, что существо было женского пола. Сильно скошенный лоб с выступающими надглазничными валиками и мощной нижней челюстью напоминают характерный череп хомоэректус. Однако размеры совершенно необычные. И дело даже не в росте или весе, а в поразительном малом объеме мозжечка. По расчетам профессора, у этой женщины мозг не достигал и одной трети от объема мозга обыкновенного человека. Причем там была открыта не одна особь, то есть остатки естественной этой особи. При том, что в преданиях местных аборигенов их называли Эбу-Гогу, и они считались чуть ли не дожившими до нашего времени. Но остатки их были обнаружены. И те антропологи, которые работали с этими остатками, после этого они сказали, что да, ребята, вот в преданиях о хоббитах и эльфах теперь мы получили подтверждение, что за этим может стоять определенная конкретная антропологическая реальность. Пока ученые спорят о том, существовала ли в далеком прошлом раса карликов или нет, возникает другой, более интересный вопрос. А живут ли гномы на Земле сегодня? Некоторые исследователи уверены, да, живут. И в качестве доказательств приводят разные древние и современные истории. Старинная рукопись, хранящаяся ныне в Брянской областной библиотеке, свидетельствует, что в 1698 году некий карлик, очень напоминающий сказочного гнома, напугал одного уральского рудокопа. Существо было ростом не более 20 сантиметров. Оно стояло у входа в пещеру и держало в руках яркий кристалл. При встрече с человеком гном почти сразу ушел в землю, а камень остался. Что это был за минерал, определить так и не смогли. У лопарей, живущих на Кольском полуострове и у их соседей Саами, бытуют легенды о карликах, поселившихся когда-то под землей. Местные жители называют их сайвок. Раскинув свои юрты на удобном месте, лопари иногда могли слышать, как из под земли до них доносились неясные голоса и звяканье железа. Это служило сигналом немедленно переносить юрту на новое место. Она закрывала вход в подземное жилище таинственных обитателей Крайнего Севера. Кроме того, с ними лопари всегда опасались ссориться, поскольку из древних карлики считались злобными и мстительными существами. И на то была причина. Давайте представим примерно древние времена средние века. Психология человека. Она была, давайте будем говорить прямо, очень агрессивна. Завоевать мир, завоевать вот все, что лежит за порогом твоего дома, они сталкивались действительно с какими-то и дикими племенами и возможно вот с этими маленькими людьми. Естественно ответная реакция была. Они тоже брали свое оружие и вредили мстили этим пришельцам, высоким людям, которые первые напали на их землю. Легенды о маленьких подземных жителях, умеющих обрабатывать железо и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех народов, населяющих север России. Например, коми, живущие на Печорской низменности, утверждают, что именно гномы научили людей ковать железо. Колдовство их обладает страшной силой. По их приказанию меркнут солнце и луна. Некоторые исследователи считают, что таинственные карлики могут обитать и в Крыму. На полуострове множество пещер и неизученных подземных городов, созданных когда-то представителями древней цивилизации. В этих катакомбах вполне могут прятаться мифические существа. У нас детская гора Спилия. И вот в 80-х годах четыре мальчика и четыре девочки нашли пещеру в районе Спилии. Набрали фонарей, факелу, и они вошли в эту пещеру. Шли, шли там, и они заблудились. Им казалось, что уже много-много часов они находятся там уже и проголодались, и все. И вот уже там девчонки плакать начали, как всегда. И вот смотрят такой плоский камень, и на этом плоском камне стоят два эльфа, при том две девочки в платьицах. И вот взявшись за руки танцуют на этом камне. Смотрите, картинка такую. Они как испугались, как рванули к этому выходу, с испугу выход нашли, выскочили. Когда выбравшиеся наружу подростки рассказали об этом происшествии родителям, то взрослые естественно не поверили. Мало ли, что может померещиться с испугу. Однако не все отнеслись к рассказу детей о встрече с эльфами с недоверием. Крым место загадочное и мистическое. И здесь происходит много разных чудес. У нас еще есть гномы, как бы мифологическое чество называется Козютканы. Это у нас есть город, Козюткан, Тамчан. Там находится пещера Ают-Ишик. И там в свое время туристы замечали таких рыженьких, маленьких существ, лесу живущих. И в других местах замечали этих маленьких, рыженьких, волосатых. Ненцы, живущие на побережье Ледовитого океана, рассказывают, что давным-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили сиртя, маленького роста люди. Когда людей много стало, они насквозь в землю ушли. Эти карлики до сих пор дают о себе знать. Например, на полуострове Каниннос. Я побывал впервые там в конце 70-х годов. И вот оленеводы, казалось бы, уже отошли от религии. И тем не менее, значит, когда я пошел с ними, они говорят, стой. И вдруг кинулся бежать вдаль. Я говорю, что ж ты не ловишь там или что-то надо делать? Он говорит, нет, поздно. Это лазурь, огонь из-под земли они увидели. Это сигнал маленьких человечков из-под земли. Они поманили этого оленя. И сейчас главное, чтобы стадо не пошло за ним. Эти человечки увели оленя. У русских землепроходцев, обосновавшихся на Урале, тоже есть предания о живущих в горах людях небольшого роста. Красивых, с необычайно приятными голосами. Так же, как Саевок на Кольском полуострове, они не любят появляться средь бела дня. При этом некоторые люди слышат исходящий из-под земли звон. И звон этот не случайен. Чуть белоглазая. Под таким именем фигурируют карлики в уральских сказаниях. Они занимались под землей добычей золота, серебра и меди. Когда на Урал пришли рудокопы и другие ремесленники из Киевской Руси и Скандинавии, чуть белоглазая, жившая на западных склонах Урала, прокопала длинные подземные ходы и скрылась в недрах гор со всеми своими сокровищами. Буквально самозахоронились. Они ушли в эти свои ямы и там закопались, убили себя добровольно. Но проблема в том, что при всем обилии предания о чуде, а предание об этих существах охватывает огромные территории от Урала до Скандинавии, мы не находим никаких массовых захоронений, как бы то ни было существ. Еще в 16 веке географы Европы были убеждены в существовании в Северном Ледовитом океане материка Арктида, населенного карликами, которые создали странную, не похожую на нашу цивилизацию. Они обладали ярко выраженными экстрасенсорными, как сейчас принято говорить, способностями. Потом произошел один из многих земных катаклизмов, в результате которого арктический материк практически полностью ушел под воду. Уцелевшие жители Арктиды покинули замерзающие быстро покрывающиеся льдом острова и расселились по северу Европы и Азии. Восстановить свою цивилизацию они не смогли, сражаться с местными жителями не хотели и постепенно ушли с поверхности земли в подземные катакомбы и пещеры, то есть в привычную для себя среду обитания. Ведь у себя на родине они проводили в подземелье до полугода, для защиты от жадных до драгоценных металлов, особенно до золота людей, карлики поставили на входах в свои подземные убежища психологические барьеры. Эти барьеры и по сей день внушают людям сверхъестественный ужас, отгоняющий от священных для гномов мест. И иногда они являют себя очень даже четко. И, ну, пока что, может быть, у нас это проявилось немножко экзотично в виде странного такого существа на Урале в районе Кыштыма, который назвали Алешенькой. История головы и форма тела, рук была какая-то нечеловеческая. Остались съемки, снимки, которые все это показывают. Несколько недель или, может, месяцев оно живо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такое, ну, это архетип очень многих сказок, скажем так. Есть эльф. Это нечто утонченное, возвышенное, воздушное, понимаете? Но нам не следует забывать об одной вещи. Все предания, как правило, очень многие из преданий говорят о том, что эти существа могли воздействовать на сознание человека. Последователи Елены Балавадской до сего дня продолжают приводить все новые и новые доказательства существования колыбели человечества. Но археологи, которые оперируют в основном фактами, так и не нашли в земле или под водой этих самых доказательств. При этом они давно махнули на Лемурию рукой и всем желающим убедиться в существовании в прошлом расы карликов предлагают вместо разговоров о лемурцах просто посетить местечко Скара-Бре на побережье Аркнейских островов. Там до недавнего времени находились обычные с виду невысокие сопки, поросшие зеленой травой. Но однажды сильнейший ураган разрушил верхнюю часть одного из холмов. И там обнаружилось поселение. То есть там кроватки, комнатки, прочее, прочее, все, вот такое поселение в недрах холма. Единственная неприятность для ученых была в том, что она все было рассчитана на людей очень маленького роста. То есть нормальный человек бы туда просто не пролез. Поэтому ученые попали в очень неприятную ситуацию, и в итоге по умолчанию было принято считать, что это некая модель поселения. Однако наиболее пытливые археологи вскрыли другие холмы и выяснили, что это не масштабная модель, не макет, а реальное жилье. Жилье карликов, то есть гномов или таких же миниатюрных существ. Строилось оно, как подземное убежище. Сначала из глиняных блоков возводились стены, потом из камня и дерева делали настил. И только тогда все сооружение покрывалось слоем земли и торфа, оставляя лишь небольшое входное отверстие. посередине каждой комнаты находился очаг, обложенный камнями. Из обожженной глины были сделаны маленькие шкафчики. Между жилищами проложены подземные переходы. Обратили археологи внимание и еще на одну деталь. На полу комнаты в проходах лежали кучи песка, напоминавшие о старинном поверье. Оказывается, каждый, кто без спросу вторгался в прошлом жилище подземного карлика, тут же превращался в песок. Для меня не представляет ни малейших сомнений то, что наше человечество имело свою альтернативу, то есть другое человечество, что на земле жили параллельно с нами и живут может быть и поныне. Пусть кто-то попробует мне возразить на эту тему. Существуют еще и народы меньше нас ростом, которые оказались гномами и различными эльфами и феями и другими названиями, которых мы сейчас скажем. И параллельно существуют еще и большие размером существа. Куда же ушли жители холмов? В каменных шкафчиках аккуратно хранились украшения и посуда. На полу у выхода из одного жилища валялось словно оброненное кем-то в спешке ожерелье. Каменные орудия труда и оружия стояли нетронутыми. создавалось впечатление, что хозяева исчезли в одночасье, покинув этот мир навсегда. Или ушли еще глубже в недра земли, где, как утверждают многие исследователи, есть надежное убежище от вездесущего человека. Есть пещеры, где есть карст, где есть проявление подземных пустот, они есть практически везде, под всей европейской частью уж точно, не говоря уже об Америке, о Южной Америке, под всеми кордильерами и андами, у нас под всем Уралом с севера на юг по 60-му меридиану, и в Азии, и в Юго-Восточной Азии, а там вообще нашли, просто нашли кости карлика. Тайна карликов Скарабре пока не раскрыта. Ну а местные жители утверждают, что и по сей день изредка встречаются с последними представителями маленького таинственного народа. Более того, они верят, что карлики, пытаясь сохранить род, похищают детей из колыбели. Некоторые из похищенных возвращаются в мир людей через несколько лет, как, например, одноместная девушка, вернувшись домой после многолетнего отсутствия. Сначала она долго болела, но потом направилась и привыкла к жизни среди людей. Вот только в ней оставалось что-то не от мира сего. Наверное, именно поэтому до сих пор жители тех мест в Северной Великобритании кладут в постель маленьким детям кусочки железа. Ведь металл, верят люди, обладает магической властью над жителями холмов. Дело в том, что безусловно, безотносительно, существуют ли физически эти существа или не существуют реально и объективно. Они существуют, потому что они существуют в нашем сознании. Они существуют в нашей мифологии. Таким образом, они влияют на нас, определяют наше бытие и наше будущее. В 1932 году два золотоискателя, которые искали драгоценный металл у подножия гор Сан-Педро в штате Вайоминг, предположили, что золотая жила может находиться в одной из скал. Они взорвали скалу, но вместо золота обнаружили в горном массиве небольшую пещеру, в углублении которой на небольшом каменном выступе в сидячем уме крошечного существа. Во весь рост существо достигало бы высоты чуть менее полуметра, а в сидячем положении 18 сантиметров. Самое обыкновенное человеческое лицо с большими глазами, низким лбом, широким носом, большим ртом и тонкими губами. Мумии карлика с загадочной улыбкой на лице дали имя Педро. Антрополог Генри Шапира исследовал находку с помощью рентгеновских лучей. Каково же было его изумление, когда аппаратура показала, что под мумифицированной оболочкой находится крошечный скелет по всем параметрам, соответствующий человеческому. По всем признакам Педро был взрослым 60-летним мужчиной, если сравнивать его с обыкновенным человеком. У мумии были хорошо сформированные зубы, причем выделялись довольно крупные выступающие вперед клыки. Однако ученые отнеслись к этой находке с большой долей скептицизма и посчитали ее очередной фальшивкой. Все, что хоть как-то вмешивается в нашу традиционную парадигму существования человека, расписанную как бы раз и навсегда ортодоксальной наукой, все это подвергается обструкции и тщательно вообще вымарывается из истории. Тем временем в Аргентине в последнее время происходит нечто невероятное. Жуткий гном терроризирует городок Гуемес с провинцией Сальто на севере страны. Подросток Хаса Альварес заявил местной газете «Эль Трибуно», что он и его друзья зафиксировали на видео это создание во время недавней ночной прогулки. У одного из них в руке был мобильный телефон, когда вдруг раздался непонятный шум, и из кустов на подростков выскочило что-то непонятное, похожее на гнома. Оно их очень напугало. «Это никакая не шутка», добавил подросток корреспонденту местной газеты. Позже выяснилось, что другие местные жители тоже видели карлика и испытывали при этом сильный страх. Местные газеты уже прозвали призрака жутким гномом из-за его внешнего вида чем-то напоминающего героя средневековых сказок. По рассказам очевидцев, гном носит шляпу заостренной формы и передвигается необычной походкой, маленькими шажками вбок. Городок добровольно ввел комендантский час. После наступления темноты мало кто решается выйти на улицу, опасаясь встретиться с жутким гномом. вбок.